Продолжаем очередную серию об аптечном допинге для бодибилдинга. Подавляющее большинство атлетов предпочитает тренироваться натуральным способом, а именно без применения астероидов. И в целях повышения качества и скорости восстановления после тренинга пользуют только некоторые сравнительно безвредные препараты, не относящиеся к допингам, в числе которых креатин, протеин, аминокислоты, гейнеры, свободно продающиеся в специализированных магазинах спортивного питания. В этих же целях спортсменами широко используется ряд лекарственных средств, которые имеются в наличии в обычных аптеках и отпускаются без рецепта. Но тем не менее, несмотря на относительную безвредность и доступность таких аптечных препаратов, необходимо четко придерживаться прилагаемой к ним инструкции и желательно перед приемом получить консультацию врача по поводу их употребления. В этом видео проводится обзор основных лекарственных средств, использующихся в бодибилдинге. Рассматриваются их значения и действия на организм атлета, противопоказания и возможные побочные эффекты. Аспаркан. Препарат содержит калевые и магниевые соли, аспарагиновой кислоты или аспартаты. Ионы металлов поддерживают работоспособность сердца и выносливость организма, особенно в летнюю жару. Средства используются в бодибилдинге во время сушки и избавляют атлетов от мышечных судорог. Аспаркан восстанавливает баланс минералов после того, как магний и калий вводятся из-за больших объемов выпитой жидкости, принятых во избежание интоксикации организма в период интенсивного тренинга и усиленного белкового питания. Аспаркан выпускается в виде таблеток. Дозировку и схему приема препарата определяет спортивный врач. Он рекомендует также принимать от одной до двух таблеток три раза в день, желательно в утренние и дневные часы. Милдронат. Милдронат в бодибилдинге применяется как кардиопротектор, компенсирующий физическое и психическое переутомление у атлетов за счет восстановления их энергетических запасов. Препарат нормализует тонус сосудов, снижая сопротивление периферической части кровеносной системы. Милдронат обеспечивает нормальное течение обменных процессов и стимулирует внутриклеточный иммунитет. Суточная дозировка препарата определяется из расчета от 15 до 20 мг на килограмм веса, что в среднем составляет от 1 до 2 грамм. Принимаемые в 4 приема. Длительность курса 14 дней с повтором через 2-3 недели. Рибоксин. Являясь предшественником адентоситрофосфорной кислоты АТФ универсального источника энергии в клетке, рибоксин оказывает комплексное воздействие на организм спортсмена, повышает выносливость, стимулирует процесс регенерации в мышечных клетках, укрепляет иммунитет, способствует синтезу гормона инсулина и лучшему усвоению глюкозы, стимулирует метаболизм, особенно энергетический обмен. Рибоксин может заменить АТФ. Препарат эффективен в сочетании с арататом калия. Его принимают в течение от 1 до 3 месяцев по схеме 0,2 грамма 3-4 раза в сутки. Аратат калия. Фарма для набора мышечной массы. Главным предназначением состава является укрепление миокарда. Применяется при лечении пациентов с диагнозами аритмия, гипертония, ишемия сердца. Аратат калия выпускается в виде таблеток 500 мг. Прием препарата осуществляется по схеме за час до еды по одной таблетке 3-4 раза в день. Длительность лечебного курса 21-24 дня. Кленбутерол. Один из лучших жиросжигателей в бодибилдинге, повышающий уровень основного обмена на 20-30%. Препарат применяется на этапе сушки. Кленбутерол обладает мощным антикатаболическим действием, то есть защищает мышечную ткань от разрушения. Характеризуется также как умеренный анаболик. На начальном этапе возможны побочные эффекты в виде тревожности. Бессонница, тремора, рук, головных болей. Суточная доза составляет 10 мг. 1-4 таблетки. Постепенно дозировку можно увеличить до 3 таблеток в день. Курс кленбутерола длится не более 2 недель во избежание развития привыкания. Важно, после 2-х недельного перерыва курс кленбутерола можно повторить. Он же с использованием препарата кетотифена. Анастрозол. Анастрозол, предотвращающий конвертацию тестостерона в эстроген. Процесс известный как ароматозный эффект при приеме анаболиков стероидной природы. Действие препарата проявляется в следующих эффектах. Снижение уровня женских гормонов. Рост уровня свободного тестостерона и его естественный синтез. Увеличение концентрации анаболических гормонов. Избавление от признаков гинекомастии. Отложение жира по женскому типу. Заметно увеличение грудных желез. Набор мышечной массы. Улучшение силовых показателей. Мускулатуры. При падении полового влечения. Эректильной дисфункции. Депрессивных состояний. Дозу препарата уменьшают. Тамоксифен. Препарат из групп антиэстрогенов. Блокирующих синтез женских гормонов. Тамоксифен стимулирует секрецию тестостерона. Действует медленно, поэтому его прием длится от 6 до 8 недель. Тамоксифен обладает жиросжигающими свойствами. Повышает плотность мышечной ткани. Поэтому используется во время сушки. Состав обязателен для выведения излишней воды. Которая может накапливаться при приеме на астероиды. Бодибилдинге. Пентоксифилин. Препарат расширяющий кровеносные сосуды. Улучшающий кровоснабжение и питание тканей. Но без значительного изменения уровня артериального давления. Пентоксифилин считается одним из лучших допинг препаратов в аптеке. Для бодибилдинга. Применяемых для пампинга. Действие средства проявляется спустя час после приема. В 90% случаев атлеты отмечают мощный пампинг длительностью несколько часов. Повышает эффект генозности, наполненности, накачки. Отчего принимается бодибилдерами накануне выхода на сцену. При головной боли, связанной гипотонии, легкой тошноте, тахикардии, покраснении кожи. Дозировки снижают или отменяют прием препарата. Пентоксифилин принимают до и после тренинга. В среднем схема приема имеет вид 3 раза в день по 2 таблетки, 100 мг на протяжении недели. Препарат противопоказан лицам с заболеваниями сердца и сосудов. Агапурин. Вазоактивный препарат, улучшающий микроциркуляцию крови, мышечной ткани и разжижающий кровь. Обеспечивает на полную мускулатуру развитие сети капилляров в ней. Без чего невозможен пампинг и рост мышц бодибилдера. В бодибилдинге агапурин принимают по схеме. В дни тренинга 3 раза по 2 таблетки. В дни отдыха 3 раза по 1 таблетке. Длительность курса агапурином 20 дней. После 4-х недельного перерыва курс повторяют. Таблетки запивают большим объемом воды. Во избежание побочных эффектов запрещено принимать препарат без согласования с врачом. Глютаминовая кислота. Это заменимая аминокислота, составная часть белков мышечного волокна. Препарат улучшает мозговую деятельность, что позволяет сконцентрироваться на тренировочном процессе. Глютаминовая кислота повышает иммунитет, что особенно важно для атлетов на курсе. Она способствует утилизации молочной кислоты и восстановлению мышц спортсмена в дни отдыха. Четвертая часть аминокислот, входящих в белковые молекулы, может быть синтезирована из глютаминовой кислоты. Левзея. Моралей корень. Левзей в бодибилдинге применяется для повышения работоспособности спортсменов. Моралей корень. Гордое растение, в котором обнаружены стероиды, активизирующие биосинтез белка. После приема настойки левзей расширяются кровеносные сосуды. Падает артериальное давление. Пищевая добавка на основе моралей корня дешевле иностранных аналогов. Препарат не оказывает побочного действия. Оралия. Манчуржская. Адаптоген, повышающий иммунитет и работоспособность. Прием настойки оралием сопровождается снижением уровня глюкозы в крови, выбросом самотерапина, набором мышечной массы и улучшением аппетита. Настойку принимают 2-3 раза в день в количестве 20-30 капель. В дни тренинга прием оралии манчуржской осуществляется по утрам и за час до тренировки. В таблетированном виде препарат не стимулирует пластический обмен. Комплексы витаминов. Витамины являются небелковыми компонентами ферментов. Они необходимы для биохимических процессов, в том числе и биосинтеза белка. Без них препараты для набора веса малоэффективны. Из комплексных витаминов наиболее популярным в бодибилдинге является препарат комплевит, принимаемый после еды, в дозировке по одной таблетке 3 раза в день. При раздельном приеме витаминов особо стоит отметить витамины группы В. Сильным анаболическим действием отличается цианокобаламин, витамин В12. Для нормального метаболизма и работы нервной системы принимают передоксин или витамин В. Для энергетического баланса процессов роста и регенерации понадобится витамин тиамин или витамин В. За функцию кровотворения обмен аминокислот отвечает фолиевая кислота витамин В9. Суточная потребность в ней составляет 600 мг. Внимание! Витамины группы В являются инъекционными препаратами. Чтобы исключить между ними конкуренцию, их прокалывают отдельно. Аскорбиновая кислота противостоит простудам, поэтому для профилактики ее принимают от 3 до 5 г в сутки. Без минералов не передаются нервные импульсы, не сокращаются мускулы. Одни из них входят в состав костной ткани – фосфор и калий. Другие участвуют в вырубке тестостерона, например, цинк. Растворами минеральных солей, электролитами, наполнена клетка и межклеточная жидкость. У атлетов-бодибилдеров особой популярностью пользуются комплексные препараты с оптимальным для спортсменов содержанием витаминов и минералов. Диабетон МВ применяется в терапии сахарного диабета второго типа. Популярен у атлетов в межсезонье для поддержки пластического обмена. Курс начинается с одной таблетки 30 мг в день, принятый во время завтрака. Длительность курса диабетон МВ составляет 1,5-2 месяца. За это время дозировку доводят до 60 мг. Две таблетки препарат не сочетается с другими медикаментами. Он более эффективен на массу при организации 6-разового питания с высоким содержанием в рационе бодибилдера белковой пищи и минимальным количеством жиров. Предупреждение. Прием диабетона МВ на фоне низкокалорийной диеты может привести к гипогликемии. Сальтос – высокоинтенсивный жиросжигатель по свойствам аналогичный к гленбутеролу. Препарат стимулирует выделение секретов щитовидной железы, а также норадреналина и адреналина, что на фоне повышения температуры способствует окислению жиров. Сальтос применяется в бодибилдинге на этапе сушки. Суточная доза препарата для похудения атлета весом 75 кг составляет 3 таблетки. Несколько приемов. При условии хорошей переносимости дозировка увеличивает 2 раза. Курс длительностью 6 недель повторяется через 1,5 месяца. Сальтос активизирует и нервную систему, поэтому прием препарата сопровождается тремором рук, головной болью, тахикардией и нервозностью. Глицерофосфат кальция. Таблетки глицерофосфата кальция для набора веса для мужчин. Применяются для улучшения состояния пациентов. Страдающих от переутомления рахита и дистрофии. Активизирует метаболизм белков. Препарат повышает аппетит, для удовлетворения которого лучше использовать высокобелковый рацион. Суточная дозировка глицерофосфата кальция 1000 мг при весе 80 кг. Ее делят в 5 приемов по 1 таблетке 200 мг. Время приема препарата утро за 2 часа до тренировки. Курс на массу длится от 1,5 до 2 месяцев. Триметазидин. Более дешевый аналог известного мелдраната. Триметазидин активирует окислительные процессы в клетке, сопровождаемый выделением энергии, чем повышает работоспособность атлета. Его выносливость, способность выдерживать интенсивный тренинг препятствует росту числа свободных радикалов. Хорошо сочетается с другими лекарственными препаратами. Триметазидин обладает рядом преимуществ по сравнению с креатиносодержащими составами. Винпоцитин – лекарственный препарат, расширяющий сосуды, в том числе и головного мозга, улучшает питание и нормализует метаболизм в мозговых и мышечных тканях. Разжижает кровь, исключает агрегацию кровяных пластинок, чем корректирует нарушенное мозговое кровообращение. Винпоцитин способствует стойкости тканей к дефициту кислорода, стимулирует окисление глюкозы, метаболизм, норадреналина и серотонина. Средства принимают за час до тренинга в дозировке от 5 до 30 мг. При передозировке препаратом наблюдается тремор рук и бессонница. Метформин – препарат, применяемый при комплексной терапии сахарного диабета в бодибилдинге. Метформин применяется как жиросжигатель при соблюдении инструкции. Практически не оказывает побочного действия, воздействует на метаболизм, снижает всасывание глюкозы из тонкого кишечника, препятствует ее образованию в печени, способствует окислению моносахарида в мышцах, подавляет чувство голода, чем стабилизирует или снижает вес. Внимание! Курс метаформина в сочетании с интенсивными тренировками только увеличит эффективность препарата. Радиола розовая – золотой корень. Растения из категории адаптогенов, родина радиола розовой – Алтай, Дальний Восток, Западный Сибирь, Саяна. Препарат содержит активные компоненты – родозин радиолизит, повышающие мышечную силу и выносливость из-за увеличения количества и размеров силовых стадий. Клетки митохондрии, где протекают реакции энергетического обмена. Вслед за этим происходит повышение активности актина и миозина – белков, ответственных за сокращение мускулатуры. Настойку радиола розовый принимают от 2 до 3 раз до еды в количестве 20-25 капель. Подбор доступных препаратов для бодибилдинга лучше доверит спортивному врачу, который учтет индивидуальные особенности атлета, уровень его подготовленности и стаж занятий. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok